Толя, вот ты помрешь, начнутся всякие небылицы. Такими примерно словами убеждал Анатолий Михайлович Верховского, его старый товарищ, дать интервью для епархиального журнала и сняться в документальном фильме. Только этот аргумент и сработал. Надо для дела, чтобы правду впоследствии не исказили. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ладина. Я записывала то самое интервью, которое впервые вышло в апреле 2009 года в журнале Екатеринбургской епархии «Православный вестник». А потом многократно публиковалось на разных ресурсах, в том числе и без всяких ссылок на первоисточник. В мае того же года 2009 мы приступили к съемкам фильмов «Храм на крови. История святыни» и «Ганина яма. Антименс царственных страстотерпцев». И слава Богу, нам удалось зафиксировать на пленку свидетельства Анатолия Михайловича Верховского и других почитателей царственных мучеников, которые свою любовь к этим святым выражали делами. Вот об этих самых делах, подчеркиваю, не о своей роли в них, но о делах, которые творились при помощи Божьей, они и рассказывают. 16 июля 1989 года на пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой свечи, цветы и самодельные хоруги. Они пришли сюда, чтобы почтить память государя-императора Николая II и членов его семьи, убитых в ночь на 17 июля 1918 года на этом самом месте. Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать, ну, я в тех пор даже не понимал, что такое канон. Но, в общем-то говоря, у меня был канон, идут за убежную церковь по канону со святому царю-мученику Николаю. Принципиальным условием Верховского было точное, без всяких прикрас, изложение фактов. При этом никаких восторгов на свой счет он категорически не принимал. Порой даже резко. Мне было очень непросто. Но я по сей день искренне за это благодарна. И вот прошли годы, и небылицы действительно начались. И вовсе даже не безобидные. Если бы кто-то просто хотел передела заслуг и славы, беды бы в этом не было. Анатолий Михайлович Верховский в светлую пятницу 2014 года упокоился смертью праведных, причастившись святых христовых тайн. Был пасхально отпет в храме на крови и погребен на братском кладбище монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. О таком переходе в жизнь вечную, который был дарован Анатолию Верховскому, мы молимся за каждым богослужением, прося у Бога кончину непостыдну и мирну. 25-го числа в пятницу утром я был у него дома. Мы с ним разговаривали, он поисповедовался, находясь в здравой памяти и в таком бодром состоянии духа. После этого причастился, мы с ним еще раз побеседовали, может быть, что-то я ему сказал напутственное, и вот буквально минут через 15 после этого он начал отходить ко Господу на руках у Сланы Николаевны. Я, видя такую ситуацию, начал читать молитвы на разлучение души от тела, то есть отходные молитвы, и во время чтения молитвы он умер. Я, честно, конечно, приезжал к тяжелобольным, и он к больным, каковым он и был. Но так, чтобы вот прямо на глазах в течении получаться, разворачивались события, конечно, в первый раз в моей священческой практике. Это, конечно, момент такой его очень исторически, с точки зрения как одного человека, что он именно так встретил смерть, и с точки зрения, наверное, всех близких и хорошо его знакомых. Фомино в воскресенье 2014 года на Красную Горку под многократное победное Христос Воскресе раба Божия Анатолия отпели в храме на крови и похоронили в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Он был удивительно честный человек и удивительно не, так сказать, человекоугодлив. Он хотел угодить Богу, он хотел послужить России, хотел послужить царской семье, которая жизнь свою отдала за Россию во имя Христовой любви. Когда еще было нельзя и не время, когда большинство в ответ крутило пальцем у виска и пожимало плечами, а то и клеймило, не стесняясь выражениях, Верховский стал флагманом борьбы из-за прославления в лике святых царственных страстотерпцев, из-за воздвижения на месте их подвига храма на крови, из-за молитву на месте уничтожения останков царской семьи и ее верных слуг на руднике Ганиной Ямы возле шахты номер 7. Идентифицировать это место ему помогли незаурядные исследовательские таланты и опыт геологических изысканий. А вообще-то это был великолепный геолог, четкий логический ум, сразу разбирался во всем, потому что он учился физике, а геология, конечно, попроще. Он высокий, сухопарый был, достаточно высокий, сухопарый, очень легко ходил, любил такую американизированную форму одежды, сапоги, шляпа, знаете, у них, как у ковбоев такая вот. И спокойно он по тайге шуровал, как лось. Вот это вот я хорошо помню. Царские крестные ходы на Ганину Яму, большой и малый, от храма на крови и по старой Коптяковской дороге, следуют сегодня теми путями, которые когда-то исследовал Верховский, и он же был в числе первых крестоходцев. Самый первый крестный ход был совершен 19 июля 92-го года. И связано это было с тем, что для владыки Милсиека, вот его одолевали просто, вот его заставляли привинать вот эти останки чьих-то людей, раскопанные в Поросенковом лугу, его заставляли привинать подлинными царскими. А крестный ход, это было у него как вот защита такая. В общем, давили у него со страстной силой. А после этого крестного хода вроде как перестали. Царский крестный ход от храма на крови до монастыря царственных старстотерпцев на Ганиной Яме, совершаемый ежегодно ранним утром 17 июля, собирает порядка 100 тысяч человек. До того, как владыка Викентий благословил эти проведения крестных ходов, ходило вот несколько, ну там, трудно даже оценить, потому что ходили, в общем-то, разрозненно, ну, где-то так было почти за 40 человек. На 2000 году благословил крестный ход, дал священника, и сразу же прошло аж целых 300 человек. То есть примерно в 10 раз увеличилось. Я еще помню-то, владыка сказал, о, говорю, владыка, у нас же прошло 300 человек. А владыка, если бы 3000, то для того, чтобы поговорили. Господь так явно показал, что принял главные труды жизни раба своего Анатолия, что никакие инсинуации изменить этого уже не могут. Но поскольку некоторые измышления с недавнего времени получили распространение в церковной среде и смущают народ, мы напомним, как было на самом деле. Это был 89-й год. Вдруг накануне, царских дней, в мастерской художника Алексея Бурбакова, где собирались поговорить, обсудить текущий момент, Анатолий вдруг говорит, господа, а вы знаете, ведь скоро дни, которые у нас совершилось, в Свердловске тогда был еще Свердлов, чудовищное преступление, была расстреляна царская семья. Как бы нам отметить подвиг святых царственных мучеников? Они хоть были не прославлены еще в нашей церкви, но в зарубежной они были прославлены. Люди уже знали об этом и почитали, как из святых царственных мучеников, но делали это не явно, а тайно. Тут Анатолий предложил не тайно, а явно отметить. А как отметить? Ну, не митинжи собирать. И решили устроить молебен. Так за этим событием и закрепилось слово молебен, потому что люди молились. Ну, раз это молебен, надо предать какое-то, что это молебен. И вдруг Игорь Калиничев, один из молодых людей в нашей компании, говорит, а давайте хоругви сделаем. Ну, где-то за полгода я купил вот эту вот ткань. Тогда было время, 89-й год, время тотального дефицита. Ничего в магазинах не было. Я совершенно случайно увидел эти ткани в магазине. И я сразу же купил три метра. Долго мы не знали, какие они бывают хоругви, как хоругви. Ну, надо, сказано, надо. И стали рисовать. Такие совсем не художники. Обсудили, кого изобразить на иконах. И по особой технологии, которая использовалась еще моей мамой, мы написали три иконы. Святого Гермогена, Георгия Победоносца и царя Николая Мученика. Я пришел к Анатолию Михайловичу, и мы начали работать. Хоругви начали разрезать, бахромой обшивать и рисовать иконы. А бахрома откуда взялась? Бахрому я в магазине купил. Кто шил хоругви, кто рисовал иконы? Шила хоругви Светлана Николаевна, жена Анатолия Михайловича. А рисовали мы с Юлей, с его дочерью. Ну, картинок нигде не было. В одном из диссидентских журналов нашли портрет царя Николая и с него срисовывали. И Светлана Николаевна говорит, вы предложили фуражку рисовать. Сходство, да? Ну, он там был в фуражке на фотографии. И с этой фотографией мы срисовывали. Игорь, а вот еще хоруг с Георгием Победоносцем. И бахрома на ней красная. То есть, получается, вся бахрома была вами принесена? Да, вся бахрома была мной принесена. Ну, тогда, как я уже сказал, была эпоха дефицита. И бахрома у меня дома была разной длины. Желтой бахромы не хватило. Я тогда вот эту красную добавил. В то время, в 89-м году, в церкви можно было только икону Иисус Христос, Божью Матерь, купить. А Георгия Победоносца негде было взять. И всю информацию о Боге мы в то время вообще черпали из атеистической литературы. Читали ее, чтобы стать грамотными с другой стороны. И вот в одной из атеистических книжек я нашел вот эту вот икону Георгия Победоносца. И оттуда срисовал. А Патриарха Гермогена откуда рисовали? А Патриарха Гермогена уже не помню. Много лет прошло. Это такие особые технологии, где использовалось натуральное коровье молоко. Нежирное молоко. Молоко должно быть свежее. Зубной порошок, но не особый, а который раньше был простой. Просто зубной порошок. Ни мятный, ничего. И акварельные, ленинградские, именно ленинградские краски. Зубной порошок разводится этим молочком. Кисточкой берется нужная красочка. Окрашивается и рисуется. И эти хоруги много раз брали уже после этого с собой на царские дни. Они попадали под дождь. Но, как видно, с ними ничего не случилось. Кроме хоруги, на которой изображен святитель Гермоген. Там видно, что голубое потекло. А почему это случилось? Мы по глупости заменили несколькими капельками синьки. Вот синька и потекла. Мы были совершенно не церковные люди, не грамотные. Но мы были действительно, как можно ли говорить про себя, мы были верующими. Вот глубоко верующими. И видно, как бы за нашу искренность Господь нам помогал. В своих интервью Анатолий Михайлович Верховский всегда настаивал на том, что не является организатором этого исторического первого открытого народного моления, подчеркивая главенствующую роль Божьего промысла. И все же это не означает, что никаких действий для того, чтобы собрать единомышленников, не предпринималось. Я с Анатолием Михайловичем согласовал текст объявления о молебне. Я его дома напечатал. У меня машинка тогда была печатная советских времен ГДРовского производства. Я на ней напечатал в несколько закладок объявления и расклеил в городе в нескольких местах и в районе Ивановской церкви наклеил. Ну, сколько примерно объявлений было? Ну, примерно так, шесть закладок, шесть штук, то это, может, 12 объявлений где-то так. Я расклеил, еще видел возле Ивановской церкви объявление мое наклеено, и бабушки стоят что-то живо обсуждают. Я подошел к бабушкам, спросил, вы объявление прочитали? Да, прочитали. Придете на молебен? Да, придем, сказали. Во время народного моления, не вместе с молящимися, а на галерке у парапета, неподалеку от памятника комсомола Урала, стоял молодой священник. Он бывал на квартире у Верховских и знал, что готовится молебен. Кроме того, в его храме в другом городе Анатолий Михайлович изготавливал иконостас. Помимо прочих талантов он был умелым плотником. В ту пору Анатолий помогал ремонту, восстановлению храмов по области. Я туда один раз ездил, Анатолий Михайлович там работал, алтарь делал. Ну, после молебна Анатолия Михайловича, еще, по-моему, Володя Тимофеев там работал. После молебна на следующий день их оттуда выгнали. Сказал, что вы здесь больше не работаете. 16 июля 1989 года батюшка был не в облачении, а в мирской одежде, но с бородой и длинными волосами, что в ту пору было редкостью. Да и священников в 1989 году на Урале было немного, и информаторы работали исправно. Словом, остаться инкогнито ему не удалось. Однако в молебне он не участвовал. Когда начался разгон собравшихся на Ипатьевском пустыре, с сотрудниками правоохранительных органов ему был задан вопрос. Вы ведь священник? Батюшка ответил, нет. Этому есть объяснение. Сказал так, чтобы не подставить архиепископа Милхиседека и епархию. Анатолий Михайлович Верховский поведал мне об этом эпизоде лишь для того, чтобы показать, что церковь в ту пору была в пленении, что она оставалась гонимой даже в том перестроечном 1989 году. Верховский не назвал мне имени этого священника, а я не спрашивала, боясь осудить. Ведь он своему Богу стоит или падает. Этот священник сам рассказал Анатолию Михайловичу, что вот к нему подбежал милиционер запыхавшийся и спросил меня, вы священник? Я ответил ему, нет. И как рассказывал мне Анатолий Михайлович, что я сам, говорит, не знаю, почему я так ответил. Его имя мне стало известно совсем недавно. Но называть его я не стану. И совсем бы не стала о нем упоминать, если бы не распространяемая им, я скажу мягко, недостоверная информация. С присвоением авторства Хоругвий. С негативной оценкой того самого первонародного моления, которое для нас является святыней. С инсинуациями в адрес спокойного Анатолия Михайловича Верховского. И снова скажу со всем уважением к священному сану. Своему Богу стоит или падает, не нам судить. Но правду знать надо. Вернемся к свидетельствам о том, что произошло 16 июля 1989 года в Екатеринбурге. Какие-то детали мои собеседники помнят по-разному, но в главном едины. Анатолий взял Хоругви и пошел отдельно своими тайными путями, чтобы его по дороге не перехватили. Потому что всегда есть кто информирует, кому надо и кого не надо. И мы тоже пошли кучками к месту событий. И вот когда мы подошли, мы пришли не к Патемскому дому, а на Вознесенскую горку перед тогда еще не действующим Вознесенским храмом. Вы стояли ближе к храму? Или там уже памятник? Нет, нет, нет. Памятник сзади нас был. Там был какой-то бордюрчик такой. Мы даже не вот так вот опирались. По-моему, он и сейчас есть. И там народ стоит. Рядом с нами молодой человек. Спрашивает, а когда начнется? Незнакомый молодой человек. Я говорю, а что начнется? Ну, вот то, что должно быть. Я говорю, ну вот Верховский подойдет и начнется. Мы стоим. И вдруг Верховский на пустыре ни одного человека. Все здесь на галерке. И вдруг на пустыре выходит Верховский. Достает хорогу, начинает их одевать. На древке. Да. И вдруг, как из-под земли вокруг него образовался народ. Ну и мы быстренько спустились там. И когда уже эта хорога царя Моченька, Анатолий, последний уже, когда он ее достал и стал на древко, то бабушки стоящие пали. Бабушки были. У нас среди бабушек дома, квартиры не было. Вот. Бабушки там узнали, ну, друг от друга. Кто-то же из наших там сказал своим бабушкам, а те бабушки своим бабушкам. Бабушки упали на колени, закрестились, царь, батюшка. Это для меня, я когда это вспоминаю, мне до сих пор это было так показательно. На 8 часов молебен запланировали. И где-то уже без 15,8 мы только закончили эти хороги делать. Анатолий Михайлович древки сделал. И мы на такси приехали, там уже народ собрался. А где вот делали хороги, древки, где это было? Это на квартире у Анатолия Михайловича. На квартире у Верковских это все происходило? Да. Так, приехали. Приехали, уже народ собрался. Я уже смотрю, менты в штатском ко мне уже подходят и начинают говорить, вот зачем все это надо, зачем вы тут шум, бучу устраиваете. Но мне было совсем не до них. И мы эти хороги стали разворачивать, развернули их и прочитали молебен. Пришли люди, свечки положили, цветы клали. Милиции все это действие не понравилось. Один милиционер взял мегафон и начал говорить, разойдитесь, ваше собрание не санкционировано. Ну, все равно на все божья воля, то, что этот милиционер пришел со своим мегафоном, это к лучшему народу еще больше от этого собралось. Одна женщина у другой спрашивает, а что здесь происходит? Он прямо с мегафоном между ними встал и говорит, здесь происходит возрождение монархии. И таким образом больше было народа, как раз из кинотеатра «Космос» народ из кино шел. Но потом ОМОНовцы прибежали, окружили вот это место, где свечки, цветы положили. А затем начали нас хватать и в воронок закидывать. Я снимал, ну что, на самом кульминационном моменте, видимо, подходит дочка и говорит, папа, тебя мама зовет. Я говорю, ну, мне некогда, но мама зовет. Я пошел, она говорит, давай быстро уходить отсюда. Тебя тут знают, говорит. Подошел сейчас, говорит, милиционер сказал, говорит, забирайте своего мужа, говорит, и уходите. Сейчас будем, говорит, это, сейчас ОМОН приедет, и будем все это прекращать. Потом приехал ОМОН. Огромные шкафы, значит, тренированные, все такое. Ну, надо сказать, что они вели себя очень прилично. Ну, в общем-то, очень забавно, именно забавно то, что власти решились применить вот такую могучую организацию. Не просто, там, скажем, приехал наряд милиции и начал грузить там в автобусы. Нет, тут подъехали куча воронков, там, по два-три человека. Нет, там, по-моему, два человека, только и влажит в воронок. Вот по два человека развезли всех, и вот в Кировский райотдел. Я сейчас не помню, кого первым закинули, может быть, меня, может быть, меня вторым или третьим. И помню, в окошко глядел, еще один воронок был, там штаны белые только мелькали, когда человека закидывали. Позже я узнал, что это Анатолий Гомзиков. Со многими ребятами мы там уже в камере познакомились, потом попозже привезли Санникова, который с наркоманией борется. Дочь Верховского, 14-летнюю, тоже задержали. А юноша еще какой-то был? Еще был парень один. Помню, что у него фамилия Ситников, ему 16 лет. Его тоже с нами в машину закрыли и отвезли в милицию. Ну, удивительное дело, хватали-то никого, попало. Тут уже были люди, которые пришли с космоса просто как бы любопытные. Из кинотеатра, после сеанса. Да, из кинотеатра «Космос». И хватали очень избирательно. Как-то вот знали, кто есть кто. Именно вот таких вот, что ли, костяк, что ли, организаторов, если можно так сказать, организаторов вот этого молебны схватили. И когда они бросились к Анатолию, увидев, что он это снимает там, в это время, он даже, хоруги были уже сняты, а снимал знамена. И к нему бросились ОМОНовцы. А Юленька, доченька, она неподалеку стояла, и быстренько крикнула «папа мне!». И он перекинул знамена, она их на лету схватила. Юля Верховская сумела спрятать знамена под одеждой и покинула место событий. Но в нескольких кварталах от него девочку все-таки задержали, посадили в машину и привезли в райотдел милиции. Светлана Николаевна надеялась, что дочери удалось благополучно добраться до дома. Но, придя в пустую квартиру, поняла, что это не так. Сомнений, где она, не возникало. Вот дальше я тут ничего не помню, только по рассказам. Рассказывают, что вдруг в отделении милиции ворвалась львица. А помню я вот, что один кабинет был открыт. Я в этом кабинете увидела сидящего за столом Анатолия, напротив него там милиционер, который его допрашивал. И я у этого кабинета тормознула, чего я там возмущенно говорила, я не помню. Ну, в общем, Юлю отпустили тут же, извинившись. Они, ну, вот не знали, что несовершеннолетняя, там все такое, то есть ее тут же отпустили с нами. Мальчика того тоже. Юле Верховской мы уделим особое внимание. Впервые за годы знакомства со Светланой Николаевной я попросила ее подробно рассказать о дочери. И вы сейчас поймете, почему. Юля попала в автомобильную аварию 18 сентября 2000 года, накануне визита святейшего патриарха Алексея II в Екатеринбургскую епархию. Ни во время молитв предстоятеля на месте строительства храма на крови, ни на ганенной яме, которую святейший назвал тогда живым антиминцем, супругов Верховских не было. Они заботились об осиротевшем двухлетнем внуке и хранили дочь. Светлана Николаевна, а расскажите, пожалуйста, немножко про Юлю, если можно. Ну вот, трудно так рассказать. Бывают вот такие дети, которые, ну, никогда не было проблем. Ну, такой маленький один эпизод. Вот Юля перевелась в новую школу поближе, мы часто переводились, там были причины. В новую школу открыли напротив нашего дома, но близко, через дорогу. И вот вызывают родители, приходят. Мам, пап, папа у нас не очень любил ходить на родительские собрания, но в этот раз я говорю, Анатолий, сходи, пожалуйста. Вот он пошел, ему там говорит, Анатолий Михайлович, пожалуйста, расскажите, как вы воспитывали такого ребенка, как надо, поделитесь опытом. Анатолий Михайлович говорит, да мы никак не воспитываем, она вообще у нас росла как лопух. Ну, на следующий день Юля приходит из школы, говорит, папа, вся школа хохочет. Что вот как лопуха росла. Наша вот действительно, она как лопуха у нас росла, росла и росла вместе с нами, жила одной жизнью. Но она была одарена от Бога и унаследовала от своих бабушек, дедушек. Она умела все. Она умела рисовать. Она вязала крючком, она вязала спицами, она вязала на коклюшках, делала кружева. Она знала все виды вышивки. Она шила так, что там это, думали, что это французские кутерье. Она писала курсовую в университете так, что ей всем вернули, а ей не возвратили. Сказали, что Юленька, она останется на кафедре, пока кто-нибудь не напишет лучше. Вот она во всем была вот такая вот как-то вот. Ей это давалось легко, без напряжения. Это такой вот взрослый ребенок у нас родился. Ну, у таких, видно, не совсем умеющим родителям. Видно, надо было вот именно такого ребенка, который сам все знает, понимает и умеет. Да еще она у нас все-таки красавица была. Кому что вот умница, царство ей небесное. Игорь, ну, что еще хочется сказать вот об этом молебне? Все-таки что это было? Потому что сейчас вот некоторые это называют провокацией. Вот все-таки что это? Как вы оцениваете? Ну, вот этот молебен мы провели. Меня выпустили из камеры утром, а наши ребята в камере держали голодовку трое суток. Потом нас привезли на суд. Но меня первого судили. Я сказал, что я выполнял свой патриотический долг, почтил память царя Николая. Ну, меня как самого первого оштрафовали тогда на 50 рублей, а остальных наших ребят оправдали. Ну, то, что молебен произошел, это царская тема, она как-то сдвинулась с мертвой точки. Это было воля Божья, что прошел молебен и что люди собрались. Ну, вот говорят, что милиция так настаивала на том, чтобы разошлись, потому что агрессивно себя вели по отношению к ней. Агрессивно себя никто не вел. Все было по закону. Нормально стояли, молились. Просто милиции не понравилось, что тут пришли и царя поминают. Милиционеры просто в то время были советские люди. Да, еще вот момент я хотела бы подчеркнуть. Удивительно, что именно 11 человек было арестовано. 11 и 2 несовершеннолетних. Случайности не бывает. Такое вот совпадение. 11 убиенных, 2 несовершеннолетних. И тут 11. Я как-то писала, что Господь выбирает и время, и место. И действительно, вот Господь выбрал и место, и время, и, по-видимому, людей, которые должны были. Вот если бы это был не 89-й, а 88-й год, люди бы вышли, их бы арестовали. Ну, в тюрьму или в психушку, никто бы ничего бы не узнал. Если бы это был не 89-й, а 90-й, там уже столько всего было, что еще одно такое событие, оно тоже прошло бы незамеченное. Но именно вот 89-й год, он был такой, что уже и можно было, только что можно было, и уже это было какое-то необычное событие, оно должно было быть замечено. И место, не Москва там, не Новгород, ничего, а именно Екатеринбург, где это совершилось, убийство семьи царской, где они совершили свой мученический подвиг. Ну, и людей, по-видимому, потому что на первый взгляд кажется, ну что за люди? Ну, единственное, что могли это перекреститься, да, отче наш прочитать. А за искренность, что люди не искали каких-то ничего иного, кроме как тихо, мирно, спокойно, помолиться на этом месте, и все. Но не получилось совсем тихо и спокойно, и опять же, как говорится, Господу всегда виднее. Если бы помолились, прочитали канон, свечечки, перекрестились и с благодарностью Господу разошлись. А нет, тут вмешался ОМОН, а лучше сказать, промысл Божий, который попустил этому ОМОНу вмешаться. И получилось такое событие, которое, в общем-то, очень многие в городе узнали, ну и за рубежом. А тогда перестройка только началась, и наши власти очень, как бы, ну, прислушивались, а что про нас Запад скажет. А если Запад скажет, а вот там преследуют, а вот там разгоняют. И Западу все равно было. Разгоняют там православных и не разгоняют. Но Западу важно было факт, которым они могли упрекнуть и говорить, а вот у вас то-то. Это и случилось. Но опять же, вот оно случилось так, но оно все пошло. Как говорится, во славу Божию. Мир узнал о том, что был вот такой молебен. И на следующий год уже было очень много народа. Светлана Николаевна, если можно еще вот про Хоругви. Вот Анатолий Михайлович в милиции, а Хоругви где? А Хоругви у милиции. Они отобрали это все. И Хоругви в милиции. Ну, после того, как суд завершился, их признали невиновным, по протоколу там положено так, что вещи, которые были изъяты до суда, должны быть при освобождении возвращены. И вот ему возвращают там ремень, часы, сигареты. Дают протокол, говорят, подпишите. А Хоругви лежат рядом, скрученные там, это недалеко. Он говорит, так, а где Хоругви? А Хоругви останется у нас как вот... А как могут мои личные вещи остаться у вас? Они зафиксированы при изъятии, как мои личные вещи. И вы мне их обязаны вернуть. Ну, в общем, там долгий спор. Ну, Анатолий Михайлович, как бы, скажем, уже не первый раз беседует. Эти слова требуют пояснения. В 1982 году Верховский был приговорен к полутора годам лишения свободы за клевету на советский общественно-политический строй. Клевету усмотрели в его написанной, но еще не опубликованной, ни в сам издате, ни в там издате работе, об антихристианской сущности коммунистической идеологии. Отбыв заключение, своим взглядом он не изменил. Со вхождением в церковную ограду его мысль обрела и глубину, и высоту, и силу. Однако вернемся к истории Хоругвий. Он сумел настоять, что я не подпишу протокол, я подам в суд на вас за то, что вы... Они вынуждены были вернуть эти. А Анатолий говорит, я сразу знал, что без Хоругвий я не тронусь с места. Я не уйду без Хоругвий. Потому что это... Он уже тогда почувствовал, что это... Вот память вот этого события, которое... Ну, он и не ошибся, что оно действительно стало таким вот толчком всенародного почитания. И вот он этих Хоругвий все-таки, можно сказать, спас. Огромные деньги предлагали за эти Хоругви коллекционеры. Но разве святыни торгуют? Хоругви хранились в квартире Верховских, некоторое время в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной яме и снова дома. И когда у нас приехал владыка Кирилл, и вдруг он первый месяц, по-моему, он нас навестил, ну, или как-то вот он почувствовал, что вот... И владыка понял, владыка понял смысл этих Хоругвий. И он распорядился этому Максиму сделать киоты. Такое вот напоминание людям о том, с чего мы. Ведь почитание мучеников, не мучеников, нужно. Оно нам. Оно нам нужно, чтобы мы чтили подвиг, учились. Ну, нам, конечно, до подвига... Ой-ой-ой, но хотя бы вот это понять, вот это смирение, вот эту любовь к России, ну, чтобы не мельчать духом, не мельчать душой, чтобы иметь перед глазами вот такой вот образец веры, образец служения своему народу, веренному ему Господом, и невероятный образец смирения и кротости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова